Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида. Господи, помяни царя Давида и всю кротость его. В православной толковой Библии, сообщается о этом 59-м псалме, указывается повод написания псалма. Выступление Иава, военачальника Давида против Идумея, закончившееся поражением последних, Идуминян. Этот поход состоялся после окончания Первой войны с сирийцами на севере, об этом рассказывается во Второй книге царств, во время которой Идумияне, воспользовавшись беззащитностью южных пределов Иудеи, произвели здесь полное опустошение. Давид удручен был этим событием и написал псалом, вполне отвечающий как тогдашнему положению его военных операций, так и душевному состоянию. И мы читаем надписание 59-го псалма по септуагинте в конец об имеющих измениться столпописания Давида в научении. И к надписанию можно отнести и второй стих, «Когда он сожег средоточие сирийское и Сирию сувальскую, и возвратился Иуав, и поразил Идума в соляной долине 12 тысяч». То есть надписание псалма достаточно большое. Это и первый, и второй стих. Мы сейчас посмотрим, какое надписание дается по еврейскому подстрочнику. «Управителю на лилие», то есть так называется инструмент, «Свидетельство золотой, то есть это один из избранных псалмов, от Давида, чтобы учить, когда он сражался с Арам-на-раем, из Арам-цова, и вернулся Иаав, и разбил Идума в соляной долине 12 тысяч». То есть удалось это одолеть 12 тысяч врагов. И сам псалом, собственно, он начинается с третьего стиха. Всего в этом псалме 14 стихов. Два первых — это надписание. Итак, читаем сам псалом. «Боже, ты отринул нас и низложил нас, разгневался, но и ущедрил нас». Здесь Давид говорит о том, что пока он ввел войну с сирийцами, Идум открывает второй фронт против Давида, и, воспользовавшись тем, что армия воевала с сирийцами, наносит такой предательский удар. Как бы спину. «Театринул нас и низложил нас, разгневался, но и ущедрил нас». То есть, когда Господь попускает нам какие-то трудности, Он все-таки не лишает нас некой поддержки. Даже тогда, когда Господь нас наказывает, Он не лишает нас в самом наказании и некого облегчения, и никогда не присылает наказания сверх наших сил. «Ты потряс землю и расторг ее, исправь повреждение». По-славянски единственное число – сокрушение, соответствующее множественному числу, по-гречески трещины, проломы. «Ты потряс землю и расторг ее, то есть разорвал на трещины, на проломы, исправь повреждения ее, ибо она поколебалась». То есть, действительно, когда Господь попускает нам какие-то испытания, Он как бы все приводит в состояние хаоса, а потом также все это собирает. Как сказано, время разбрасывать камни, время их собирать. «Ты дал испытать». «Дал испытать», по-славянски, «Ты показал, заставил видеть». «Ты дал испытать народу своему бедствие», то есть, показал некое бедствие, по-гречески это будет, как бы вот некие проблемы создал, по-славянски жестокое, «Ты дал испытать народу своему жестокое», а по-славянски бедствие напоил нас вином скорби. А по-славянски неожиданно так умиление, умиление. Действительно, в скорбях человек может умиляться, проявлять смирение и покаянное сокрушение. «Дал боящимся тебя знамение, чтобы убежали от лука». То есть, Господь предупреждает верующих, то есть, даже когда Он и посылает нам какие-то испытания, Он при всем при этом и имеет целью наше исправление. «Ты дал испытать народу своему бедствие, напоил нас вином скорби. Дал боящимся тебе знамение, чтобы убежали от лука». Потому что убегать от лучников надо как можно дальше, потому что стрелы их разящие, они летят стремительно, со свистом. «Чтобы избавились возлюбленные твои», то есть, они как бы должны выйти из зоны обстрела, из этих луков. «Спаси десницу твоею и услышь меня». Вот, когда мы читаем Писание, мы видим, что у Бога как бы есть десница, то есть, десная сторона, и шуйца, левая сторона, шуйная. Но, на самом деле, это антропоморфизмы, то есть, говорится о Боге в пониманиях человеческого бытия. Десница – это то, что нас оправдывает. А шуйца, левая рука Бога – это то, что нас обвиняет. И в день суда мы видим, что Христос отделит людей друг от друга, как пастырь отделяет овец от козлов, и овец поставит одеснуя себя, то есть, тех, кого он оправдывает, а козлов ошую себя, то есть, слева от себя. Поэтому 7 стих надо понимать так. «Чтобы избавились возлюбленные твои», то есть, овцы твоего стада, «спаси десницею твоею», то есть, твои действия, связанные с теми, кого ты оправдываешь, «и услышь меня». Бог изрек в освятилище, по-славянски, в освятем, то есть, в небесном и земном храме. Имеется в виду, что Господь говорит с народом в освятилище свое. В случае с Давидом, это ковчег Завета, и на ковчеге Завета были изображения двух херувимов, и между крыльями двух херувимов, которые соединялись, как бы, почти соединялись посередине ковчег, вот отсюда звучал голос Божий. «Бог изрек в освятилище своем, возрадуюсь и разделю сихем и долину, жилищ размерю». О чем здесь говорится? То есть, Господь, как бы, всю Палестину, Он, как бы, разделит и размерит, сразмерит всю Вселенную. Далее произносятся слова, такие торжественные, они рифмуются. «Мой Галаад и мой Монасия». Это Господь говорит. «И Ефрем – крепость головы моей, и Юда – царь мой». Вот эти слова произносят Господь через Давида, как через своего пророка. Обещает возвращение прежней силы Ефрему. Такое объяснение предлагает Феодорит, когда говорит «И Ефрем – крепость головы моей». Вот это отношение Господа к коленам народа Израилева. Особо выделяется и Юда, это царственный дом, из которого выходит и сам Давид, а по плоти Господь наш Иисус Христос, и Юда – мой царь. Или «царь мой». И, действительно, если мы смотрим пророчество из книги «Бытия», 49 глава, с 8 по 12 стих, обетованию дома Иудина, то там говорится о царственном достоинстве этого колена. А далее говорится о других. «Моав» – сосуд надежды. «Моав» – сосуд надежды. По-гречески как бы не сосуд, а котел. Славянское «куноб». Давайте посмотрим, как по-славянски звучит. «Моав» – «куноб». Получается, что сосуд, котел. И так, и так можно. «Моав» – «куноб» – упование моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришися. А по сапогенте «Моав» – сосуд надежды моей. На Идумею протяну обувь мою, мне и на племеннице покорились. Это вот как бы голос Божий, который звучит. То есть никто не может противостоять Богу. Он как бы здесь изображен в виде такого богатыря, который сюда поставил ногу, сюда занес руку. А здесь совершил акт благословения, а здесь акт возмездия. Далее, после этих слов Божьих, Давид восклицает более уверенно, «Кто введет меня в укрепленный город?» Вот в этих словах мы можем видеть, с одной стороны, упование Давида, что Иерусалим станет столицей, или просьба одолеть столицу врагов. Здесь, как бы, может быть, двойственное истолкование. Но ближе в контексте имеется в виду столица Идумеи. А отдаление блаженный Феодорит видел здесь Иерусалим и его послеплененное укрепление при Наимии. А святитель Афанасий и Василий Великий разумели христианскую церковь. То есть, кто введет меня в укрепленный город? Одни думали, что это город Идуминян, который Давид должен захватить. Другие отцы говорили, что это Иерусалим. А Афанасий и Василий Великий имели в виду, что это церковь. Кто введет меня в укрепленный город, это как бы Господь говорит. А почему церковь называется укрепленным городом, то есть надежно защищенным? Потому что сам Христос сказал, создам церковь мою, и врата да не одолеют ее. Или кто доведет меня до Идумеи? То есть, в контексте получается, что столица Идумея имеется в виду. Но допустимо и другое истолкование. Таким образом, мы видим, что святоотеческие истолкования, они не противоречат друг другу, они на самом деле дополняют друг друга. То есть, по отношению к той реальности, в которой Давид произносит эти слова, это столица Идумеи. Но в некотором смысле поражение столицы Идумеев это сила Иерусалима. А в целом, на будущее, это указание на неодолимость церкви, как некого укрепленного града. Помните, как блаженный Августин говорил, что есть два града в этом мире – град Божий и град дьявола. Град Божий – это презрение к себе, которое порождает великую любовь к Богу, великое упование на Него. А град дьявола – это любовь к себе, которая доходит до гедонистического презрения к Богу. Поэтому это не случайно, что церковь, град Божий – это укрепленный город. Не ты ли, Божий, отринувший нас? То есть, не ты ли, кто наказал уже нас, поможешь нам одержать победу? Ты уже наказал нас, поспеши к нам на помощь. И надо сказать, что это соответствует тому, как в книге «Второзаконие» Бог говорит о карах, которые постигнут еврейский народ. Но Бог говорит очень интересно, Он говорит, да, я вас там рассею, я там город разрушу, храм разрушу, но я вас не оставлю своей милостью. И я вспомню вас, когда будете там где-то далеко находиться, и верну вас назад. И вот здесь мы видим вот такой же мотив, то есть, Давид понимает, как бы, характер Бога. Не ты ли, Божий, отринувший нас, то есть, должен нам теперь помочь? Так получается. И не ты ли, Божий, который не исходишь с нашими силами, то есть, не выходишь с нами на войну какое-то время, ты должен теперь выйти с нами на войну, как бы, говорит Давид, он, как бы, настаивает на том, что после понесенных наказаний народ Божий должен воспользоваться Божьими благословениями. Дай нам помощь в скорби, окончание псалма, ибо тщетно спасение человеческое, то есть, мы не можем надеяться на свои силы, при помощи Божьей. Мы яви, явим силу, то есть, если Господь нам поможет, мы явим силу. И Он, то есть Господь, уничижит угнетающих нас. Не ради заслуг тех, которые побеждают, а отталкиваясь от нечестия тех, над кем одерживают победу. Субтитры создавал DimaTorzok